В Самаре строительство метро ведется круглосуточно как в историческом центре города, так и в районе перекрестка Полевой и Новосадовой. Наибольшего результата достигли в зоне метростроя на улице Галактионовской, где в дальнейшем возведут станционный комплекс. Здесь завершается разработка стартового котлована. На сегодняшний день его готовность составляет около 95%. Дальнейшие строительные работы будут организованы после того, как бетон наберет прочность, то есть не раньше, чем через 28 суток. Отметим также, что в границах будущего станционного комплекса переустройство инженерных сетей завершено на 75%. В конце января в Самару приедут представители специализированной субподрядной организации, которая в историческом центре монтирует прежде всего раму и ложе для дальнейшего пуска тоннелепроходческого механизированного комплекса. А в зоне строительства метрополитена в районе улиц Новосадовой и Полевой отбурено и готово порядка 50% ограждающих конструкций. В целом разработка стартового котлована выполнена почти на 25%. Ожидается, что здесь его устройством справится к началу марта. Настройки работы организованы с учетом действующих нормативов. Строители стараются не мешать жителям. Так, основные мероприятия заложены в график с 7 утра до 10 часов вечера, а в ночное время осуществляются только те работы, которые не связаны с высокой шумовой нагрузкой. Строительство метро и все остальные процессы находятся на непрерывном контроле областных и городских властей. На еженедельном совещании, которое провел первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, обсуждался вопрос переустройства трамвайных путей в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской. Это необходимо, чтобы освободить перекресток для следующего этапа строительства. Ничего пока мы перекрывать не будем. Сейчас в данной ситуации будут до конца января, ну числа, может быть, 5 февраля, будут переустраивать трамвайные линии, чтобы у нас трамвай был, ходил по Красноармейской, с левым поворотом в сторону Галактионовской уходил. Потому что в вопросе, когда будут выходить на перекрытие полное Красноармейское и Галактионовское, чтобы у нас движение трамвая было обеспечено. Кроме того, в будущем временно не будут ходить трамваи по улице Фрунзе. Когда этот вопрос окончательно решат в части сроков, горожан уведомят. В любом случае, только после переустройства трамвайных путей будут вводить какие-либо ограничения. А предстоящее сужение проезжей части на данном участке связывают с необходимостью строительства монолитной камеры в рамках переустройства водовода. Этот вид работ специалисты постараются выполнить за неделю. Такой срок обозначили на совещании. Кроме того, подрядчику и заказчику озвучили проблематику, касающуюся возможности компенсации ими затрат по восьми автобусам. Их планируется потом дополнительно задействовать для сохранения стабильного транспортного сообщения. В минимизации неудобств для горожан уделяется особое внимание. Напомним, после завершения строительства первой ветки Самарского метро подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию станции Театральная интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. Количество составов на линии увеличится. По расчетам специалистов, пассажиропоток вырастет минимум на 15%. Кроме того, с открытием новой станции появятся возможности для дальнейшего усовершенствования транспортной инфраструктуры региональной столицы и повышения ее инвестиционной привлекательности. Ксения Баканова, Сергей Баскин. События. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...